Традиционные ответы на ваши комментарии, работает это следующим образом, вы прям под видео пишите свои комментарии, вопросы по каким бы то ни было MMORPG, в основном мы сейчас обсуждаем New World, Alien, может быть Crowfall сейчас начнем, а я впоследствии до них отвечаю, вот прям как сейчас. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru и мы начинаем. Погнали. Лол, реально подписка слетела. Да, я напоминаю, на ютубе продолжает твориться какое-то непотребство, поэтому обязательно проверьте наличие подписки на наш канал, колокольчик, лайк, конечно же, ну в общем, вы понимаете, что нужно сделать, я об этом уже неоднократно упоминал. Лайк за аминь, брат. Аминь за лайк. Почему New World по графике как ТСО, хотя ТСО вышло на 6 лет раньше, короче, дизлайк. Нет, дизлайк это дело, конечно, хорошее, это ты молодец, просто я не понимаю, как он коррелирует с тем, что в New World, New World по графике как ТСО, как это к нам относится вообще, как это относится к теме моего видео. Это вот мне немножко непонятно, а дизлайк это, конечно, хорошо. Кроме того, ну, я не знаю, в моем понимании я играл в New World, я играл в ТСО, New World совершенно не похож на ТСО. Если в твоем понимании ТСО как-то похоже на New World, значит ты, наверное, слишком переоцениваешь ТСО, хотя я повторюсь, это замечательная MMORPG. Повторюсь, потому что я об этом уже рассказывал. Респект, Мадлер, за новости и вообще за то, что делаете на Гохе. У меня такой вопрос. В New World будет ни один город и ни одна крепость. Как обстоят дела со складом? То есть он как в Black Desert, в каждом населенном пункте свой склад, и нужно лишний раз заморачиваться, собственно, поэтому не играю в эту игру, чтобы как-то скомпоновать, подбить накопленное барахло, или же как в Lineage 2, например, куда бы ты ни отправился, в любом городе ты имеешь полный доступ ко всему складу. Здесь у нас вариант БДО. В каждом городе свой отдельный склад. И более того, я хочу тебе сказать, жить ты в MMORPG New World будешь, скорее всего, тоже в одном городе. Потому что там будет находиться твоя фракция, там будет находиться твоя компания, там будут находиться споты, которые ты постоянно ходишь фармить. То есть вся активность, она будет привязана к какому-то одному городу, скорее всего. Поэтому в этом плане довольно удобно. И хотелось бы больше информации за фракции в New World, больше подробностей. Да там нечего особо рассказывать. То есть они пока что на бумажке, эти фракции. То есть они особо не отличаются. Внешне может быть чуть-чуть. Ну, есть внешние отличия. Плюс, по-моему, магазин фракционный еще отличается. Чуть-чуть. А в остальном дальше будет больше, я так понимаю. Такой вопрос. Насколько я заметил, вокруг этой игры уже успела сформироваться некая комьюнити, в том числе из представителей русскоязычного ютуба. Моя мысль в том, чтобы попросить вас быть голосом ру-пространства. И донести до разрабов мысль о русской локализации. Хотя бы на уровне интерфейса и субтитров. Спасибо. Спасибо за оказанную честь. И мы работаем в направлении того, чтобы у нас было больше видео, как раз-таки по MMORPG New World. Чтобы потом прийти к разработчикам, показать их там, допустим, если мы будем какие-то диалоги вести. Сказать о том, что, посмотрите, вот есть видео, есть народ, который интересуется вашей игрой. А заперите-ка нам, пожалуйста, локализацию. Хотя бы на уровне интерфейса и субтитров. Спасибо. В общем, мы попробуем, конечно, но я ничего не обещаю. А Elder Scrolls, оказывается, сингловая игра. Ну да, у меня для тебя новости. Это даже не игра, а целая серия сингловых игр. Ну а ты, я так полагаю, имеешь в виду ТСО. То есть, The Elder Scrolls Online, о котором мы уже говорили в этом видео. Да, знаешь, в моем, опять же, понимании... Причем я обсуждал этот вопрос с Ирбисом на одном из подкастов, и он, в принципе, со мной согласился. В моем понимании, это сингловая игра, которую можно пройти в одно лицо, вполне себе, квестовую составляющую. И вообще не прибегать к помощи других игроков. Которые, безусловно, есть в этой игре. Ну, они, в общем-то, сами по себе там. То есть, ее можно реально проходить как хорошую просто РПГшку. И это замечательно. Это говорит о том, что, ну, ребята действительно довели квестовую составляющую до какого-то невероятного уровня. Но, к сожалению, ПВП, допустим, то же самое, там немотивированное. Помимо того, оно просто корявое. Есть проблемы с оптимизацией. В общем, ну что перечислять. Ну это пипец, товарищи. Чего только не скажешь за деньги. Где вот эти деньги? Я все хочу на них посмотреть, на эти деньги. Хочу увидеть Ламборджини какой-то у себя на стоядочке тут. Какие-то, может быть, офшоры в лучших традициях. Но просто вот это вот голословное бла-бла-бла, мне, в принципе... Ну, мне они безразличны, конечно же, но я просто устаю читать их из комментариев в комментарий. Тем более, когда мы говорим про New World. Ну, я так полагаю, это все-таки касается New World, потому что мы сравнивали две этих игры. Я не понимаю, то есть, кто мог занести в MMORPG, которая, в принципе, еще разрабатывается только это раз. Второе, она не планируется даже к локализации в наших широтах. Кому это может быть нужно? Я так понимаю, что Варик тоже по этой логике сингловая игра. Любая, тем более, Варик... Любая игра MMORPG, да, в том числе и Варик, а тем более Варик, которая, в общем-то, привнесла в мир MMORPG вот эти вот все квесты, потому что до этого это была все-таки песочница какая-то, их можно причислить по этой логике к сингловым играм. Потому что любая, в принципе, квестовая составляющая — это какой-то сингл-контент. Но есть такое, что этот сингл-контент тебя подталкивает к взаимодействию с другими игроками. И в World of Warcraft мы это видим постоянно. Допустим, в ТСО такого нету, ты можешь просто играть один. Тебе никто не заставляет вступать в какие-то перипетии с другими игроками. А вообще, краткое содержание видео я забил на тест, но игра хорошая. Тут согласен. Господин ведущий, это я. А ты вообще слышал про Ив и Альбион? Не только слышал, но и играл. Которая песочница, как New World из категории «Развлеки себя сам». New World — это не песочница из категории «Развлеки себя сам». Когда-то она была такой песочницей, но тогда она не была MMORPG. И вот там как раз-таки Open PvP и Full Loot работают. Зачем сходу это клеймить как зло? Ну, не то чтобы кто-то здесь прям клеймит, мы немножко о другом, чуть попозже объясню. Когда можно, по-моему, сделать и просто отвезти для этого специальные территории, типа минуса, черные зоны. Ну, есть уже такие игры. Есть Ив и Альбион, как ты сам это только что обозначил. Кто не хочет, как ты говоришь, получать по щам и сливать свой дроп, просто не лезут в эти зоны. А для мужиков... Можно сделать всякие мотивирующие ништяки и бонусы на таких территориях. Можно и делают. Почему это выстрелит? Потому что такого в обычных ММО нигде нет. Ну, вообще, это есть в Ив и в Альбион. И есть статистика этих игр. Я тебе даже так скажу. Эксельные войны и вид сверху с мультяшной графикой слишком специфичные и в расчет не берутся. Ну, окей. Есть апдейт. Переходим к апдейту. Как в том же Альбионе, есть такая вещь, как дайвинг. То есть, любой игрок или группа может залезть в данж к другой крабящей там группе и ганкнуть их с фуллдропом. А те потом начнут умстить. Вот вам и развлечение, как нельзя более актуальное для игры песочницы. Ну, у нас не идет речь про игру песочницу. Это раз. Второе. В New World в том же самом не будет данжей. Поэтому я слабо себе представляю, как можно реализовать вот этот вот контент. Хотя я считаю его замечательным. Вроде бы в New World пока что не собираются завозить данжи. Поэтому, ну, как ты это будешь реализовывать? Классная идея, но... Зря Амазон наслушались всяких нытиков и девочек. Им не стоило выпиливать этот элемент. Ну, у них... Если ты говоришь про фулл лут ПВП в открытом мире, то да, этот элемент у них был. Но ты, видимо, недооцениваешь Амазон, если ты думаешь, что они слушают всяких нытиков и девочек. Нет, они слушают своих аналитиков, я более чем уверен. А аналитики посмотрели, что цифры весьма суровы. В таких играх, как Иф Онлайн или Альбион... Да, у них есть онлайн постоянный. Но он не растет, этот онлайн. Это, ну, с Евой понятно, она вообще довольно-таки древняя. Поэтому он и не растет. Хотя разработчики прикладывают массу усилий для того, чтобы разнообразить контент. С Альбион Онлайн все гораздо четче видно. Он не растет, этот онлайн. Он, в общем-то, находится на одном уровне. А разработчикам хочется, естественно, чтобы было больше массовости. Проблема в том, что вот эти вот игры, они замечательные, классные просто, великолепные. Я считаю, что Ева это вообще шедевр. Альбион тоже замечательная игра. Но проблема в том, что это весьма нишевые продукты. Разработчики целятся во что-то более массовое. И, на мой взгляд, это единственная причина, по которой они порезали, в кавычках, вот это вот PvP, сделали его фракционным. А сейчас немножечко топовых игровых ноутбуков от компании Asus. Игровые ноутбуки Rockstrix Scar 15 и Scar 17 – это новейшие модели серии Rockstrix в среднем и топовом сегментах, под любую толщину кошелька. Ввиду киберспортивной направленности и конфигурации ноутбуков предполагают сверхбыстрые матрицы – от 144 до 300 Гц, что позволит быстрее реагировать на происходящее в игре события. Новые процессоры Intel 10-го поколения i7-10875H и i9-10980HK подняли производительность ноутбуков в среднем на 10-15%. Ну а вишенкой на торте выступает графическая подсистема, представленная новейшей видеокартой NVIDIA серии GeForce RTX, вплоть до флагманской модели GeForce RTX 2070 Super. Если же сравнивать, что называется в лоб, то RTX 2070 Super будет мощнее обычной RTX 2070 примерно на 20-25%. Система охлаждения Rockstrix Scar 15 и Scar 17 – это отдельный предмет для гордости инженера FACES. В качестве термоинтерфейса центрального процессора используется жидкий металл. Благодаря этому пользователь получает большую и стабильную производительность даже в продолжительных баталиях. В сравнении с обычной термопастой температуру удалось уменьшить примерно на 12 градусов. Картину дополняют тонкие экранные рамки, NFC брелок с автоматической загрузкой пользовательских настроек, удобство апгрейда. Благодаря подпружиненному винту нижняя крышка снимается очень легко, а также, что немаловажно, не маркий корпус. Отдельного упоминания заслуживает версия ноутбука Rockstrix Scar 17 G732LXS. Он может похвастаться максимальными характеристиками в очень компактных размерах корпуса. Конфигурация включает процессор Intel Core i9-10980HK и видеокарту RTX 2080 Super. В общем, как и говорили, на любую толщину кошелька. Все ссылки ищите в описании к этому видео. Без PvP в открытом мире MMORPG не MMORPG. Но вот это из той же оперы. На этом можно и закончить. Нет, не стоит на этом заканчивать. Я бы модернизировал твое выражение. Я бы сказал так, что без четкого мотивированного PvP MMORPG это не MMORPG. Так будет правильнее. А уж в открытом мире фуллдроп или не фуллдроп это дело десятое. Вполне себе нормально катит фракционка. Подъехала критики. Критику я люблю. Если вы хотите здоровое мнение по New World, посмотрите обзоры людей с критическим мышлением. Видимо, дальше нам это критическое мышление продемонстрируют. А не человека, который поиграв пять минут, если учитывать первую альфу и вторую, ну да, где-то пять минут и наберется. Готов облизывать проект и кричать толпа игроков равно полноценное MMORPG. Значит, первое. Я не облизываю этот проект. Это железобетон. Мне даже прилетело, в общем-то, не за то, что я где-то не долезал. Мне прилетело от нашего главного, от Гохи. Зато это легкий инсайт. За то, что я якобы не сильно эмоционально вовлеченно рассказываю про New World. Я не горю, не живу этой игрой. И в моем понимании я не должен этого делать. Я должен просто рассказывать, что есть в игре на данном этапе. И относиться к ней весьма скептически. Что я и делаю. Что же касается кричать толпа игроков равно полноценное MMORPG. Я не кричу о том, что между этими утверждениями должно быть равенство. Я говорю о том, что толпа игроков это необходимое, просто базисное какое-то вот. Это база любой, любой MMORPG. Потому что MMORPG это прежде всего социальная составляющая. Что она будет делать без игроков? Поэтому толпа игроков это просто необходимый элемент для любой MMORPG. Вот о чем идет речь, дорогой друг. Включай критическое мышление. Особенно смешно слушать, когда сам играешь в проекты, о которых идет речь. Супер замечательно. У New World очень и очень много проблем на данной стадии альфы. Видимо дальше мы о них прочитаем. Но человек в кепочке расскажет вам только хорошее. Нет, не прочитай. А сверху насыплет много предвзятого мышления. Это называется субъективное мнение. Которое я имею право тоже озвучивать. Плюсом в копилочку идет постоянное сравнение альфы New World. И почему постоянное? Я один раз ее сравнил. По-моему, ну нет, я ее сравнивал вообще в целом. То есть то, что она в альфе, выглядит лучше, чем многие MMORPG. Что в этом плохого? Я не понимаю. То есть это же замечательно. Я первый раз столкнулся с такой игрой, которая выглядела в альфе вот так. Меня не бомбило от нее. Идет постоянное сравнение альфы New World. И альф за БТ, ОБТ других проектов. Я так понимаю, это сейчас модно стало. Ничего ты не понимаешь, модно стало носить кепочки. Вот подумайте, здраво вообще озвучивать подобную ересь. Отличный вопрос, брат. Ответь на него в комментариях. Углубляем контент. Теперь я буду отвечать на комментарии комментариев. То есть мы продолжаем все тот же комментарий. Просто там народ кое-что написал. Кто-то меня похвалил, за что, конечно же, огромное спасибо. Но меня интересует немножко другой комментарий. Все ютуберы облизывают New World. Не видел по ней негативной критики. Но, во-первых, их не так уж и много, этих ютуберов, если честно. А во-вторых, знаешь почему? Ну, ее не облизывают, естественно, как я уже и говорил. Не видел по ней негативной критики. Потому что ее быть не может этой негативной критики. Какой смысл рассказывать о багах в Альфе? Если разработчики как раз сейчас занимаются тем, чтобы эти баги устранить. Какой смысл ругать игру? Ну, то есть, серьезно. Мы будем ее ругать или хвалить в 2021 году, не раньше. Ну, похвалить, кстати, можно. Потому что в игре есть уже контент какой-то. И мы о нем рассказываем. А рассказываем им для чего? Для того, чтобы игроки, которые, например, 25 августа придут в эту игру, понимали, о чем вообще идет речь. Куда там тыкнуться можно будет. Есть ли у них такая необходимость возникнет? Мы просто помогаем людям. А вот это тоже интересно. Ты говоришь, это про вот нашего предыдущего комментатора. Ты говоришь, что игра не очень и переоценена. Но сам же не приводишь ни одного аргумента. И вот это, в моем понимании, главная проблема всех вот таких вот комментаторов. Вы говорите А, но не говорите Б. Ты говоришь, что я поиграл в игру в 5 минут. Ну, нет, я не играл в нее 5 минут. Ты говоришь о том, что я не разбираюсь, допустим, в MMORPG. Ну, я разбираюсь в MMORPG. Я черт знает сколько лет в них сижу. И даже если ты просто это говоришь, ты можешь привести какие-то факты. Но ты их не приводишь. И это очень странно. Брат, ты слышал такое выражение? Большинство не обязательно право. Я бы даже добавил, что большинство как раз-таки всегда неправо. Я тебе более того хочу сказать. Я слышал другое выражение. Оно мне кажется более метафоричным. Миллионы мух не могут ошибаться. Правда, есть небольшой нюанс. Миллионы мух могут прилететь как на известную субстанцию, так и на мед. Вот и живи теперь с этим философским утверждением. ВДО это топ гринделка и красивая. Но от MMORPG там жалкие крохи. Солидарен. Там убогая ПВЕ и сносная ПВП для любителей ворлд ПВП со всеми его вытекающими и не более того. Снова солидарен. ТОП MMORPG это ТСО. ТСО было бы топ MMORPG, если бы там было мотивированное ПВП. И была оптимизация. Потому что от оптимизации у меня там сгорело, я удалил игру. ГВ2. ГВ2 больше подходит в категорию топ MMORPG. В моем понимании. И ВОВ. Причем убийца ВОВа так и не сыскалась еще. Но тут бесспорно. Но я думаю мы не скатимся в обсуждение. Конечно же мы не скатимся в это обсуждение. ВОВ это прям недостижимая вершина. БДО топовая MMORPG в 2020 году. Автор Наркоман. Нет, простите, не замечен. Топовая из второсортных фри-то-плей подделок разве что. Дорогой друг. Я уже давал такую выкладку в прошлом видео. Я не знаю как ты его смотрел, конечно. Но суть сводится к тому, что статистика весьма упрямая штука. И вот по статистике. Хочешь ты этого, не хочешь. Считаешь ты так, не считаешь. Black Desert является топовой MMORPG в 2020 году, да и вообще на протяжении последних нескольких лет. Потому что сервера ее просто ломятся от желающих поиграть. 5000 игроков на сервер. Java эмулятор L2 поддерживали 10 лет назад. Пипец достижение для Амазона, конечно. Для игры, которая не собиралась быть MMORPG. И в которой нам обещали полторы, там тысячи, три тысячи онлайна на сервере. Это хорошее достижение. 5000, ну это неподтвержденные данные. Хотя некоторые говорили, что и больше было. Было и 7 тысяч. Суть в том, что у Амазон есть какая-то своя собственная технология, основанная на вот этих облачных сервисах. И мы посмотрим, как она будет реализована, конечно. Но уже сейчас довольно приятно то, что будет больше игроков. Потому как я уже говорил сегодня, больше игроков равно очень хорошо для MMORPG. Я думаю, это очевидно, никому даже объяснять не надо. Хотя, видите, приходится. Но суть в том, что там будет не один такой сервер на 5000 игроков, разумеется. Главная проблема у New World, он выглядит как кусок 2007 года. Ты уверен, что мы играли... Я не уверен, что мы играли в одну и ту же игру. Его графика устарела на пару поколений. Нет, это не так. Это движок собственной разработки, который они сейчас допиливают в процессе. И выглядеть на выходе он будет еще лучше. А сейчас он выглядит нормально. При этом это не особая стилистика. Он просто убогий. Это именно особая стилистика. MMORPG New World отличается от стандартных фэнтезийных MMORPG. Хотя элемент фэнтезийности в ней присутствует. Кому-то это нравится, такой сеттинг. Кому-то мне нравится. Я отношусь к числу первых. Мне нравится. А чем моська... Да, тут необходимо небольшие коррективы внести. Поправочки, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Моська это вот это вот все. Которая находится в левом нижнем углу у вас. И некоторым это не нравилось. Вот здесь вот мы об этом иногда рассуждаем. Прикиньте, о таком мы иногда рассуждаем. А чем моська мешает? На заднем фоне просто независимый видеоряд повторяющийся. И на таком фоне звук без моськи, по-моему, будет не особенно заходить. С моськой лучше смотреть, более душевно что ли. Да я прям душа компании. А когда игру стримят, да, можно и без моськи. Там она не мешает. Кстати, по поводу стримов. Я все-таки думаю их запускать. И запустим мы их вот как раз таки под 25 августа. Под MMORPG New World. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. И моська там будет. Моськи не будет. Только в новостях MMORPG. Ну и некоторых подкастах. Забавный контент получается. Это кибокс по переписке. Ммм. Мадлер набрасывает. Школьники смотрят, агрятся, пишут комменты. Ну почему же сразу школьники? Ну что? У нас, между прочим, от 25 лет, если что там. Я смотрел статистику. Это хорошо для видео. Мадлер отвечает в следующем видео. Троллит их. Ну почему же сразу троллит? Я же отвечаю. Просто отвечаю. Набрасывает еще больше. Школьники сгорают. Ну почему школьники-то? Не школьники. Просмотры, комменты, ну и так далее. Идеальная схема в лучших традициях Марка Твена. Да, предпочитаем классику. Но это страшная тайна. Лучше пойди и поставь лайк этому видео. Ну и, естественно, подписочку оформить. Проверить, прожат ли колокольчик. Все вот эти вот ритуальные элементы тоже необходимо совершить. С вами был Мадлер. Это портал Гохару. Еще увидимся. Поделитесь этим видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok